Как всегда в это время мы говорим об очках, голах, секундах и подробно рассказываем новости наших спортивных команд, наших атлетов региона. Ну что ж, начинаем с мини-футбола. Вчера стало официально известно, что мини-футбольный клуб «Тюмень» сменил главного тренера. О том, кто теперь будет возглавлять команду вместо Николая Иванова, смотрите далее. В новый сезон мини-футбольный клуб «Тюмень» пойдет с новым тренером. На эту должность назначен Максим Горбунов. Экс-игрок сборной России успешно работал в качестве наставника в Самарском «Динамо», с которым взял бронзу Суперлиги с сезона 2018-2019. Как игрок он мне нравился, я его тогда еще приглашал. Но тогда он ушел в высшую... ну тогда высшая лига была, Московский «Спартак», поэтому тогда не удалось подсотрудничать. Вот сейчас вот наступило такое время, что надо перезгрузку в команде делать. Ну вот выбор пал на Горбунова. В «Тюмень» покинули 4 легионера, плюс местные игроки – Сергей Логинов и Сергей Абрамович. Перестройка состава будет серьезной. Одна из главных целей – дать шанс молодежи. Доказывать свою состоятельность нужно будет здесь и сейчас. Все ребята, которые сейчас присутствуют на этом мини-сборе семидневном, каждому будет дан шанс. А по поводу усиления, больше ничего не будет, никаких усилений. Мы вчера с руководством клуба все это обсудили. И сейчас все-таки хотим поработать с молодежью, дать им шанс проявить себя. В ближайших планах команды тренировочный сбор в родном городе. В «Тюмени» стартовал фестиваль парусного спорта среди людей с ограниченными физическими возможностями. О том, был ли ветер попутным, смотрите в нашем следующем сюжете. Участниками стали 35 человек из Курганской, Свердловской, Тверской и Челябинской областей, а также Башкирии, Удмуртии и Ханты-Мансийского автономного округа. В прошлом году у нас приняло участие в мастер-классах и в тренировках больше ста человек. У нас приезжали со всех районов области. И в этом году мы эту практику продолжим. И есть в планах проведения таких трех-четырехдневных сборов. В одном экипаже задействованы двое – рулевой и матрос. Соревнуются как опытные спортсмены, так и новички. Это первый будет выход. В прошлом году принимал участие. В общей сложности выходов шесть, наверное, было, но это очень мало. То есть далеко добираться совершенно сюда. Если был где поближе, так, конечно, с воды, наверное, бы и не вылазили. То есть это очень интересно, увлекательно. Сегодня пройдут квалификационные заплывы. Имена победителей станут известны в четверг, 19 мая. В Минске завершился открытый чемпионат Белоруссии по велоспорту вне олимпийских видах. Помимо хозяев, за 44 комплекта наград сражались в том числе и представители национальной сборной России. Среди участников значились команды из Тулы, Омска и Санкт-Петербурга, а также «Алекс Тим» и «Марафон». Соревнования проходили в юниорской, молодежной и взрослой категориях. На счету тюменки Дианы Климовой две медали. Велогонщица стала лучшей в скретче и взяла бронзу в гонке по очкам. Выступила я отлично, очень понравились гонки. В Минске довольно хорошая организация, нас там всегда тепло встречают, как своих родных. А цель стояла поработать над финишем, и я ее выполнила, сразу получила свои плоды, так сказать. Тройку призеров скретча замкнула уроженка Тюменской области Инна Обайдулина. Сейчас победительница перенства мира выступает за Санкт-Петербург. В составе российского квартета она также взяла серебро в командной гонке преследования. Мне сейчас, в принципе, тяжело поддерживать темп из-за проблем с дыханием. Силовые качества у меня также остались. Я могу финишнуть отлично, у меня хороший финиш. Но пока что, да, вот темп мне тяжеловато поддерживать. 20 мая российские гонщики отправятся на Гран-при Москвы, где также выступят представители национальных команд Беларуси и Узбекистана. И в завершении нашей пятиминутки небольшой анонс. Сегодня вышел очередной номер газеты «Спортивный меридиан». Ну, что можно здесь отметить? Главной, в общем-то, темой номера стало перенство России среди юношей до 17 лет по футболу. О том, кто будет будущей надеждой сборной России, да и не только, а, наверное, и многих российских клубов, вам подробно расскажет Константин Лубин. Так что также будет большой интервью с Денисом Давыдовым, МВП этого сезона, Кубка Владимира Петрова и Елизаветой Котовой, которая выиграла серебряные медали чемпионата России по волейболу. Помимо этого, Владимир Медькин подготовил для вас большой материал с воспоминаниями тюменских футболистов о том, как команда дебютировала в Премьер-лиге российского футбола. Ну что ж, я с вами на этом прощаюсь. Увидимся уже завтра. Ну и на спортивных площадках города. Пока. Пока.